Большая семья — это безграничность, это безграничная любовь, которая умеет отдавать, которая дарит и никогда не забирает что-то взамен себе. Мы самодостаточная, классная, комфортная организация, если я могу так называть. Это неограниченное количество поддержки, это много радости и счастья для меня. Большая ответственность. Нельзя в какой-то момент взять и сказать, «Ну, все, у меня нет ни детей, ни жены. Я как бы сам по себе. Хочешь ты, не хочешь, а это все все равно остается». Это никогда не скучно. Это всегда и что делать. Это всегда и с кем поговорить. И что-то спросить. Это много тепла. Нас много, и мы не боимся того, что нас много, потому что всегда мне говорили, что «О, там большая семья, это очень тяжело». Да, это тяжело. Но, с другой стороны, большая семья дает им много ресурсов. Постоянное сплочение вокруг чего-либо и какую-либо цели. Волнуемся друг за друга и заботимся друг о друге. Мы любим друг друга, и нам это нравится. Мы можем общаться каждый день. Нас много, и мы движемся вперед. Это всегда из движения вперед, потому что дети, они по-другому не умеют. Они всегда направляют двигаться вперед. Да. Только вперед. У нас пятеро абсолютно разных и замечательных детей. Я не думал, что у нас будет столько детей. Но сейчас я не могу представить свою жизнь, вообще свой быт, вообще отдых даже не могу представить без детей. Потому что для меня это какая-то полнота жизни, когда мы с большой семьей что-то вместе делаем. Мы все вместе смотрим на мир совместными путешествиями. В машине это то, что очень объединяет и скрепляет, снимает какие-то шаблоны. И как-то очень хорошо в этом. Когда мы вообще всей семьей попали в горы, это, наверное, самое яркое запоминающееся впечатление от нашего отдыха осталось у всех. И я подумала, почему бы в таком вот стиле не нарисовать в комнатах рисунки. И когда я рисую, я отдыхаю. Я очень люблю вот этот рисунок. Он очень какой-то яркий, милашка. И все время, когда я прихожу читать сказки детям, я все время смотрю на него. И когда есть какое-то плохое настроение, оно всегда поднимается от яркости красок. Самое важное в семье, ну, в многодетной семье, является именно что умение понимать чувство другого и умение быть опорой другого. То, что я для себя понял, это необходимо постоянно помогать и быть опорой для других. Мы все вместе и нас объединяет наш дом, ремонт в нашем доме. Потому что очень многое мы делали своими руками, красили, очень много красили, мешали из того, что невозможно было размешать и вообще даже придумать. Но вот мы вместе это придумали и осуществили, попробовали. То есть можно не попробовать и не знать, что получится, а можно попробовать и сделать свои выводы. В нашей семье мы смотрим на мир абсолютно, мне кажется, вроде бы в одну сторону, но разными взглядами. Потому что моя супруга, она всегда смотрит с одной целью, да, а я смотрю как бы с другой. То есть мне важно, как это все организовать, чтобы это было все каких-то качественно и хорошо. Чтобы это все были довольны результатом и чтобы это был результат. И как это сделать. То есть моя супруга смотрит, что улучшить, а я думаю, как это улучшить. Вот я бы так сказал. Конечно, я бы хотел сказать, что нас кто-то там научил быту или еще чему-то обращаться с пятью детьми. Но так получилось, что ни у Ани, ни у меня в семьях не было много детей. Поэтому мы друг друга подталкивая идем вперед и учимся одновременно на своих же ошибках. Атмосфера нашей семьи, она такая, много свободы, но мы все вместе. Вроде бы кого-то нету дома и даже кто-то за 800 километров, но всегда нету такого ощущения, что кого-то не хватает. Ты всегда рядом, ты всегда вместе. Пятеро детей это не много и не мало. Для меня это какая-то норма, потому что когда у меня был один ребенок, мне казалось, что это очень много и я не вывезу. Когда у меня было двое детей, такие же ощущения. И на самом деле примерно ощущения одинаковые до пяти. Мне все время кажется, что я что-то не смогу, упущу, не дотяну, не вытяну. Но да, тяжело, но с другой стороны и да, легко. Как мне кажется, дети из многодетных семей гораздо лучше в коммуникациях со всем миром. Гораздо быстрее они понимают, что им нужно, что не нужно и достигают определенных целей, которые они сами себе ставят. Нас много и мне комфортно. Я иногда прихожу домой вечером и понятно, что много работы. Со всеми детьми переделать какие-то уроки или что-то по дому поделать, супруге помочь. Но когда уже всех ты разложил по кроватям, вот в тишине сидишь и понимаешь, что это классно. Мне комфортно, мне классно. Потому что я люблю семью. Да, страшно, как там дальше жить, но очень ощущение классное, когда ты целуешь маленькую, там, свою последнюю дочь, которая еще даже хоть и три года, но мне кажется, она до сих пор пахнет молоком и каким-то таким детским запахом, что ты, когда рядом с ней вот лежишь, да, ты даже не можешь нормально громко дышать, чтобы не сбить ее ритм сонный. Нас много и, как мне кажется, мы идем семимильными шагами вперед. Потому что если взвешивать то, что есть, то, что было или там, где мы находимся сейчас, я, например, всегда могу видеть большой прогресс в движении вперед во всех аспектах нашей жизни. Потому что это про такое расширение тебя, твоего сердца. Когда все вместе собираются и всем хорошо. Вот это самое главное многодетной семье. И мне кажется, что чем нас больше, да, тем крепче наша вера в Бога, то есть чем нам ближе Бог. Потому что, когда, например, у меня такая большая семья, то самому на себя надеяться – это просто абсурд и невозможно вообще так. Для меня, например, все, что у меня сейчас есть, и моя семья в том числе – это живое доказательство Божьей любви, да, по отношению ко мне. Движение вперед лично для меня – это любви не только кому-то одному, а много. Это когда ты один, но ты можешь покрыть многое. Ты можешь терпеть многое. Ты можешь, когда подростковый бунт вдруг настаёт дома, принимать это и покрывать, гасить и быть рядом. Даже когда больно, даже когда грустно и даже когда не хочется этого делать, но ты всё равно остаёшься рядом. Чем дальше ты идёшь, тем вера становится шире и глубже, если у тебя есть желание изучать это. Хотим мы или не хотим, но мы становимся старше. И чем старше мы становимся, тем более и более глобальный пласт задач мы решаем в нашей семье, ну, в общем, в нашем общении. И большая семья подразумевает под собой решение серьёзных больших задач. А решение серьёзных больших задач невозможно, если ты стоишь на месте. Только двигаясь вперёд, ты можешь проживать эту жизнь счастливо, комфортно и наслаждаться её от и до. Вообще, в полной мере своего существования. Я благодарен, что у меня есть пять детей, потому что это действует как какой-то волшебный мотиватор, то есть естественный, то есть находить нужные ответы на даже очень сложные вопросы. Большая семья – это, конечно, большая ответственность, но это и очень много счастья.